На самом деле, атмосфера очень много значит, потому что Бог может благоволить к этому месту и может не благоволить. Соломон может построить потрясающий храм, самый величественный на Востоке в то время, когда люди мечтали увидеть такую красоту и такое величие. Он может произносить самые изысканные речи, потому что это Соломон. Но если огонь не опустится на этот жертвенник, то там все так пусто, просто пусто. Просто это ни о чем. Я вот присутствую здесь сейчас, третье служение, я хочу вас просто сказать, берегите это Божье расположение к этому месту. Просто я не знаю, какой точно совет дать, но берегите, чтобы это не потерять. Здесь масса факторов может влиять на то, что Бог благоволит к этому месту или перестанет благоволить. И молитесь за пастора вашего. Это тоже не просто так сказано. Знаете, в Библии написано, «Восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать народную перепись». Вот как оно работает. Давид вроде бы и муж Божий, да не вроде бы, а муж Божий, по сердцу Божьему. И что-то он не сориентировался, не распознал, настоял на этом. Слово царя превозмогло. Люди менее духовно ему говорили, «Не делай этого, беда будет, ну тромчу им, не делай этого». А он настоял, потому что он первое лицо. От его решения многое зависит. И всем досталось. То есть молиться за пастора – это важно. И сохранять вот эту атмосферу. Я знаю, что вы строитесь. У вас в перспективе огромные проекты, красивый зал. Но не потеряйте этого Божьего благоволения, потому что останется только золото. Знаете, как Христос говорил фарисеям и книжникам, «Безумные и слепые, что больше, храм или золото?» Как вы к этому пришли, что золото больше храма? Это же храм освящает золото. А храм чем ценен? Благодаря живущему в нем. Клянущийся храмом хлянется живущим в нем. Вот в чем ценность храма. А если живущий покидает этот храм? Это пустая коробка. Просто вот я чувствую в духе, да, каждый из вас должен внести свою лепту. Молитвенно просто. Молиться о Божьем благоволении и расположении, чтобы не потерять этой чудесной атмосферы. И тогда люди тянутся. Знаете, люди тянутся не к величию человеческому, не к гениальным людям, не к харизматичным личностям. Это как раз в мире этим пользуются, потому что там нет помазания. Очень простой ответ, очень простое объяснение. Там нужно развлекать людей. Там нужно держать внимание аудитории. Потому что самые талантливые, самые смешные, самые умные, все там. По-другому люди разбегутся. Их надо просто развлекать. Ну ладно, в мире это понятно. А в церкви, когда надо развлекать, потому что люди разбегаются, это трагедия. Потому что в церковь люди идут из-за живущего там, из-за присутствия Божьего, из-за назидания. Да, 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 назидания. Когда в душе что-то происходит, когда голос Божий работает над твоим сердцем, когда оно плавится, когда ты принимаешь какие-то важные решения, когда ты даешь определенные обеты Богу в этой атмосфере, это и есть чудо. Это и есть чудо. Многие мирские люди не понимают, что этих людей туда так тянет. На самом деле, это даже не чувство долга, или страха перед адом, это уже форма манипуляций. На самом деле нас влечет сам Господь, Его присутствие. Таково Его царство. Он царь. Он создает царство по своему образу, по своему внутреннему наполнению. Вот кем Он является, как любой хозяин домик. В один дом заходишь, легко, смеются, раскрепощенная атмосфера, обнимаются. Там не страшно. Там всегда полно людей. Дверь открыта. А другой дом. Заезжаешь в район, где все под камерами. Гейтед комьюнити. Люди богатые. А в доме холодно, холодно. И тебе не хочется. Ты сидишь за этим столом, не знаешь, как вести себя, что-то неправильное сделать. Боишься локти поставить на край стола. все на тебя смотрят. Так точно и в церкви. Если Бог благоволит, это ощутимо. Вам выпало счастье. Бог благоволит к этому месту. Это заметно. Поэтому сберегите это, сохраните. Читаешь Евангелие, там написано, Христос предупреждает всех нас. Царство Божие не придет приметным образом. Не скажут, вот оно там. И все побежали в тот район, потому что там Царствие Божие. Или в тот город. Нет, 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 нет. Если внутри непорядок, в сердце, то тебя в Царствие Божие посели. Ты там все испортишь. Потому Христос намного глубже затеял эту реформу. Он сказал, Царствие Божие это не территория. Царство Божие это состояние твоей души, когда туда вселяется Господь. И там наступает тишина, там все твои страсти как волны морские уляжутся и успокоятся. Наступит великая тишина. Вот что такое Царствие Божие, когда из агрессивного твоего характера, из мужчины такого, который может обидеть, ты становишься мягким и добрым. Это и есть чудо. И я не преувеличиваю. Чем старше становлюсь, тем больше я уверен, что самое большое чудо, это не когда ноги растут. Это когда человек преображается в образ Божий. Потому что не существует силы на земле, могущей изменить человека, кроме силы Святого Духа. Это и есть самое большое чудо. И люди еще говорят, где Бог? Вот он Бог, когда человек становится мягким, когда его гордыня смиряется и не перед обстоятельствами смиряется. Бог не признает смирение раба, когда у тебя выбора нет, когда у тебя выбор есть. И ты в позиции пастора, или там руководителя, или даже отца в доме, ты в позиции, по возрасту ты старше, но ты никогда не злоупотребляешь этим, ты служишь, ты служащий, это и есть чудо. Таково царство, которым правит Христос. Это и есть царствие Божие. И оно внутри вас есть. Но даже приходя к Богу, я же как личность не исчезаю. и привычки мои, и нрав мой такой, знаете, строптивый. Вот есть такое старое слово, оно больше-больше выходит из обихода. Строптивый, да, то есть упрямый, еще такой жестоковыйный, то есть, да, вот в позу стал. Каждому из нас это присуще. Вот я заметил, есть люди своевольные, а есть люди безвольные, которых жизнь поломала. Но Богу не нужны ни те, ни другие. Ну, как не нужны это? Я неправильно выразился. Ни то, ни другое не угодно ему. Он не хочет безвольных людей, он не хочет самовольных людей. В этом весь процесс. Он работает надо мной. Всю жизнь работает. Терпеливо, настойчиво. На каком-то этапе жизни я понял, что Бог очень настойчив. У него хватит терпения. Он взялся за работу, Он доведет ее до конца. И мне это так нравится, и мне так безопасно вот осознание того, что Бог взялся за меня лично. Мне так хорошо и комфортно, потому что сам я себе не доверяю. Я помню хорошо некоторые переживания, такие серьезные перекрестки были в моей жизни. Помню период, когда, ну, просто страсти, похоть обуревали мной. Я не мог справляться с этими страстями внутренними. И мне было так больно, мне было так стыдно, меня так рвало от этого, потому что я не привык жить двойной жизнью, я привык перед людьми всегда быть вот таким, открытым. И здесь я не знаю, что сказать, я просто не справляюсь. Я помню, как я ночью просто выл к Богу Господь, что происходит. Объясняю, что происходит. Я от юности себя хранил, я стал вот это все говорить, знаете, я берег себя, я такой цельный, и я слышу голос Божий. Бог заключил всех в непослушании, чтобы всех помиловать. Вот оно как. То есть, я так смело приходил к Нему. Так уверенно. Это была самоуверенность. Это не было упование на божественную благодать и милость. А вот оно что. Вот оно что. Не получится так к Богу приходить, потому что это твоя самоправедность. Это твоя самоуверенность. А Господь говорит, я презрю на сокрушенного сердца, broken, разбившийся. Стакан разбился. Господь, ты серьезно? Ты ждешь, пока я цельный, собранный, которого берегли. Разобьюсь? Are you serious? В чем смысл? Смысл в том, что ты слишком засмотрелся в зеркало, ты слишком много любуешься собой. Смысл в том, что это и есть гордость. Слишком ты независимый, в том числе от Бога, слишком самостоятельный и самоуверенный. Тебе надо разбиться. Что мы делаем, когда разбивается стакан или посуда, или ваза? Выбрасываем мусор, если мы не дорожим этой вазой, а если это именная ваза, а если это редкая, если это единственная, а если это связано с кем-то очень-очень дорогим в нашей жизни. О, это трагедия. Мы собираем ее по кусочкам, мы склеиваем, мы бережем ее, даже она вся в шрамах, эти в трещинах, но мы ее бережем. Вот так и Бог с нами. Вот так и Бог с нами. Мне так нравится в отношении Библии, что это не книга бахвальства, где только удивительные, потрясающие истории героев веры представленных. Все написано. Все, ничего не прячется. Все. Падали, грешили, ссорились. Павел, Новый Завет, Петр обличает Петра в лицемерии. Все написано. И главное, в них нет зла друг на друга, никто не досаждая друг друга. Все понимают. Как же это удивительно, когда в Гефсимане они сидят и Христос говорит, в эту ночь вы все от меня откажетесь, все соблазнитесь в меня, вы все разобьетесь. В других переводах вы потеряете в меня веру. Боже мой, что может стрястись, что мы в тебя веру потеряли. Вы все разбежитесь. с одной стороны, они привыкли ему доверять, все, что он не говорит, сбывается. Ну, что это за заявление такое? Вы все меня оставите? Что это такое? Петр говорит, даже если все отрекутся, я не отрекусь. Христос говорит ему, вот как раз ты, в отличие от остальных, три раза отречешься. А это почему? Потому что ты больше других уверен в себе. Ты будешь падать и разбиваться до тех пор, пока ты будешь уверенным в себе. какое унижение. Он сидит возле этого костра. Какая-то женщина, которую он первый раз видит. Полушепотом там. Вы не знаете, мне кажется, это человек подозрительный. Я его когда-то видел. Ни мужества не осталось. Ничего. Человек запинается, боится, отрекается. Какой позор, какое унижение. Как это пережить? Что делать дальше? И ладно бы один раз. Такое дно. Человек просто на дно скатился. Выйдя, горько плакал. Какой удивительный Иисус. Когда он по воскресенье сказал ученикам, позовите всех и скажите Петру. Я представляю, как они приходят и говорят, мы видели его, сказали, что мы собрались и Петру скажите. Я представляю, как Петр встал и сказал, ты не врешь? Ты не врешь, так сказал? Мое имя называл? Да, твое имя называл. Так и сказал, чтобы отдельно Петру передали. Да, вот так и сказал. Не упрека, ничего. Смотрит просто на него, как будто ничего не случилось. вот это нас покоряет. Вот это покоряет. Потом ты полагаешься на него, ты ему доверяешь, ты изучаешь его характер, ты понимаешь, кто он, вот кто он такой, вот кто он, вот кто мы ему, чтобы за нами так бегать, так ухаживать, так унижаться, вот кто мы ему? Чем мы могли вызвать его такое расположение? Бог доказывает к нам свою любовь тем, что Иисус умер за нас, когда мы были грешниками. Ничего привлекательно. Ни тогда, ни сейчас. Я говорю иногда, если у меня забрать Иисуса, я стану самым гнилым человеком в нашем городе. Если встретить в нашем городе самого последнего негодяя, и он встретится с живым Иисусом, он станет праведным человеком. И все очень просто. Все возвращается к Иисусу, живущему во мне. Даже моей воли недостаточно. Ну, в смысле силы воли. Вот есть такое выражение, это сила воли. И что? Ты смотришь в зеркало и клянешься, что больше в казино не пойду, больше сигарету в рот не возьму, больше порнографическую страницу не открою. И что? А ничего. Просто бы было, если бы все решалось умом. Оно не решается, оно в подсознании сидит, а это часть твоей сущности. Зигмунд Фрейд говорил, человек управляет не сознание, человек управляет подсознательное. Правильно говорил. сущность твоя управляет. Я знал одного человека, который был в сильной игровой зависимости, лудомания называется. Он говорил, что когда у него появлялись деньги, и я бежал в казино, оставалось 200 метров до казино, я все равно ловил такси, если мог поймать такси. не мог, не мог справиться. Это рабство, это унизительно. Человек для такого не создан. Человек создан для Бога, у него есть достоинство, он нужен своему Творцу. Бог почтил человека тем, что сотворил по своему подобию, назвал детьми своими, друзьями своими. Человек хотел независимости. Все началось с дьявола, который был в присутствии Божьем, имел самый большой доступ в присутствии Божьем, потому что там же были и ангелы, и архангелы, и херувимы, и серафимы. А потом пришла гнилая мысль, буду подобен Всевышнему. А это что такое? Это откуда такое? Вот откуда это? Вот это и есть падение. Вот здесь начинается падение. Когда ты себя рассматриваешь не в Боге, а самостоятельно, отдельно от Бога. Я же говорю, любуешься собой в зеркало, нравишься себе слишком. Это начало падения. В сердце пришла гнилая мысль, с которой началось все падение. Потом он эту же идею вселил первым людям. Вы будете как боги. Вы будете сами определять, что добро, что зло. Вам никто не указ. Человек мирило всего. Нравится тебе это, значит, добро. Не нравится, значит, зло. Все просто. И к чему докатилось человечество? К рабству, к сильнейшей зависимости от своей гордыни. Ты, когда девушка, женщина, за которой ты ухаживал, готова жизнь отдать, теперь ты ее бьешь. Ты ее обзываешь последними словами. Ты себя за это ненавидишь. И гнев контролировать не можешь. И что? Ничего. Мы рабы своих страстей, своего характера. Пока не разобьемся, толку не будет никакого. Пока не признаем, что без Бога мы никто, мы рабы. Вот смотрите, царство Божье – это царство свободы. Свобода – это высшая форма, я считаю, почитания человека. Ты хочешь уйти? Пожалуйста. Господь, ты серьезно? Сколько учеников ушли, ты даже за ними не побежал, ты даже не попытался их остановить, вернуть. Ты остальным сказал, может, вы хотите уйти? Это что такое? Это право. Это свобода выбирать и поступать по своему усмотрению. А попробуйте уйти из царства дьявола. Никто не может уйти. Без посторонней помощи, без помощи Бога ты просто туда не уйдешь. Это невозможно. Вот вам и вся разница. Потому когда я вижу различные формы манипуляций, давления, угроз, запугиваний, это не Дух Божий. Если это в церкви, это в доме, это всякое преувеличение, чтобы удержать детей. Знаете, у Иова есть очень классная фраза. Там в книге его написано, когда эти друзья с ним говорили, с одной стороны видят, что муж благочестивый. Ну, как же так все это объяснить? Что с ним такое могло случиться? И они там пытались это все упаковать так, чтобы Иов все равно виноват. То есть, тебе это за что-то. И Иов им сказал однажды, надлежало ли вам ради Бога говорить неправду? Это значит, стоило ли врать, чтобы защитить репутацию Бога и как-то объяснить происходящее? Ну, как бы мы ж в интересах Бога. Ну, Бог же все равно прав всегда. Да, это я понимаю, но надлежало ли вам добавлять что-то к истине? Потому что Бог им так и сказал, вы не так верно говорили обо мне, как раб Иов. Я постоянно за это вот трепетно к этому отношусь. Насколько я верно говорю о Господе? Для этого, конечно, нужно быть очень открытым, open-minded быть и смелым быть и говорить то, что не в пользу моей конфессии иногда или даже не в пользу моих личных интересов. Нас, помню, сколько лет, наверное, шесть-восемь назад открылась еще одна очередная церковь Сакраменто и некоторые люди начали туда ходить, заглядывать и ко мне подходят, некоторые спрашивают, ну, что будем делать, пастор Александр, как бы вот люди так смотрят туда. Я помню, я поднялся за кафедру и говорю, друзья, мы никогда это не делали, давайте вместе это сделаем. Вот так, спонтанно, сейчас. Давайте почитаем все двери в нашем зале. И вот так сидим и считаем. Насчитали восемь дверей. Я говорю, вот я ваш пастор на данный момент, я вам говорю, вы можете выйти в любые из этих дверей и пойти в любую церковь нашего города, если там вы принесете больше плода, если там Господь больше прославится через вас, чем здесь, если я здесь не смог предоставить вам в силу разных причин платформы для служения, а там вы принесете больше плода в Царстве Божьем. Идите туда. Будь я на вашем месте, я бы так тоже поступил. И я действительно смотрю, а зачем манипулировать людьми? Это признак слабости, это признак недоверия, недоверия Богу. Потому что все мировые религии, они держат людей страхом. Потому что если это не любовь, то есть только страх. Как там написано в Евангелии, да? Боящийся несовершенно в любви. В любви нет страха. Когда ты любишь человека, ты готов на все. Ты не считаешь ни денег, ни личной времени. Ты вообще голову теряешь. Ты жизнь готова отдать. Мне один человек рассказал, как утверждает правдивую историю. Одна семья, где-то они в Нью-Йорке живут, жена ушла от мужа. Влюбилась. И ушла. Потом она смертельно заболела. И у нее отказала почка. Обе почки. И она умирала. И, как вы знаете, есть очереди, ждут донора, человека, который может отдать одну почку. Человек может жить с одной почкой. Нашелся человек. И ей сделали операцию. И она выжила. И была очень благодарна этому человеку. Но в документах этот человек скрыл свои данные. шли годы, и ее это донимало просто, кто этот человек. Ну, кто этот человек? И она несколько раз порывалась и с врачом говорила. Врач говорит, я не могу. Я просто не могу выдать это. Это против контракта. И не знаю, каким образом. Это ее беспокоило. И она все-таки убедила этого врача выдать эту информацию. где-то они уже там лично разговаривали. И он сказал, ну, хорошо, если ты хочешь, я тебе расскажу, кто этот человек. Они сели в машину, и он повез ее на кладбище. Он сказал, этот человек отдал тебе свою почку, но сам не выжил с одной после операции. Она шла, вся дрожала по кладбищу и подошла, и увидела могилку с фамилией своего бывшего мужа. Есть одна сила во вселенной, это любовь. И все. Некоторые говорят, ну, закон, ну, ведь Божий закон, он может регулировать нас. Это берега определенные, он же призван нас удерживать. Согласен, согласен. Божий закон, это свято, это нужно. Но закон, пишет апостол Павел, ничего не довел до совершенства. А любовь есть совокупность совершенства. Хорошо. А какова же функция тогда закона? Божьего. Мы говорим о Божьем законе. Ограничивать наши страсти. Практически все заповеди в десяти слове начинаются с приставки «не», то есть запрет. Не кради, не убивай, не прелюбодействуй, не произноси имени Бога напрасно, не пожелай чужого. И когда Христа спросили, а какая самая большая заповедь в законе? Он сказал, люби. Люби Бога и людей. В этой заповеди весь закон. потому что любовь к ближнему зла не сделает. Любовь есть исполнение закона. Августин когда-то сказал, люби Бога и делай все, что хочешь. мне говорят, нет, 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 это слишком. Так нельзя, так не получится. Ну, вот мы и проверяемся каждый на предмет того, как же все-таки воспитывать детей, как воспитывать людей в церкви, какие методы применять, ну, чтобы не расползалось общество. Александр, ты что предлагаешь? Людей надо держать в ежовых рукавицах. Я же сказал, на этом построены все мировые религии. Весь ислам на этом, иудаизм на этом. Почему так написано в послании к евреям? Отвергшийся законам Моисеева без милосердия наказывается смертью. Ну, как? Чтобы другим повадно не было. Суд и суд показательный на виду у всех. Рука свидетеля должна быть первой. Первый должен бросить камень. По-другому не удержать это общество. Оно просто разбегается. Я смотрел фильм. Он основан на правдивых событиях. Называется «Стоунин оф Сарайя». Стоунин – это избиение камнями. Сарайя – это имя женщины, которую муж обвинил в супружеской неверности. В ауле, где-то далеко в горах, ее побивают камнями. Ее зарыли в землю по пояс, связали руки. А я даже не знал, какие дикие обычаи существуют в отдельных таких аулах. Собрался весь аул, и первыми должны бросить камень родственники. Близкие родственники. Как бы отречься этим, осудить это. Хотя это была неправда. Муж просто хотел избавиться от них. Но там уже никто не разбирался. И первым должен был бросить камень ее сын, мальчик-подросток. Это жуткая сцена. Я спать не мог после этой сцены. То есть он смотрит в лицо матери, которую любит, но здесь авторитеты, здесь Бог, здесь вера, здесь родовые кланы, здесь дяди, тети, папа. Давай, давай. Во имя Бога, давай. Вот мы и делаем. Во имя Бога. Человек бросает камень, я смотрю, попадает в лицо, расшибает лоб матери. И поэтому я удивляюсь проповедникам из христиан, которые еще в пример ислам ставят. Я удивляюсь. Игнатий Лайола, такой был выдающийся монах, который жил в времена реформации, люди массово покидали католическую церковь, и папа был в тревоге, что люди переходят в протестантизм. Игнатий Лайола пошел на встречу, на аудиенцию с папой, предложил ему некоторые идеи, сказал, я верну людей в лоно католической церкви, только дай мне неограниченные права. А что ты хочешь? Я хочу прав. Если я получу права, я верну людей к Богу и в церковь. Потому вот это выражение цель оправдывает средства. Слышали, да? Такое выражение. Цель оправдывает средства. То есть что это значит? Что любые методы, любые средства, которые мы применяем для достижения определенной цели, они оправданы. Лишь бы цель была достигнута. Так вот, это выражение принадлежит Игнатию Лайоле. Но это не все выражение. Полное выражение звучит следующим образом. Цель оправдывает средства, если цель спасения души. То есть, другими словами, Лайола убеждает папу, что если мы хотим спасти душ этих несчастных, заблудших людей, которые покинули Святую Римскую Церковь, то любые методы оправданы, лишь бы спасти их грешные души. И что же ты хочешь, Игнатий? Пыток, пытки, инквизиции, костры. Любые методы оправданы, лишь бы душа была спасена. Папа ему разрешил. Потом были построены трибуналы, особенно Испания прославилась этим. 17 трибуналов было в Испании. Десятки людей приговаривали к сожжению ежегодно. А сколько было покалеченных, а сколько людей осталось. Есть такой Джон Фокс, написавший книгу мучеников. Это считается один из двух самых точных документов о мучениках в истории. Он говорит о миллионах людей, которые остались без крова, без средств к существованию. Из-за инквизиции я четыре раза посещал музеи, где были выставки, орудий пыток. Я был в ужасе осознать, что 95-99% всех орудий пыток придумала церковь, чтобы спасти душу. эти орудия придумывались отдельно для детей, отдельно для беременных женщин, отдельно для пожилых людей. В этом нет Христа. Потому что я часто говорю, Христос и христианство – это не одно и то же. где Дух Господен, там свобода, там любовь. Иисус рисует потрясающий образ своего небесного Отца в притче о блудном сыне. Когда тот пришел к отцу и сказал, дай мне надлежащую часть имения, вот как бы вы поступили, когда к вам пришел бы 20-летний молодной человек и сказал, пап, давай. Вы же с мамой обещали, что вот это все ваше нажитое, здесь есть моя доля. Вот что бы вы сделали? Или я? Мы бы повлыбались, сказали, иди работай. А если бы он настаивал, если бы он второй, третий, пятый раз вернулся и сказал, давай, сдерживай слово, то вы, скорее всего, прочитали бы ему длинную лекцию, вы бы сказали, запомни мои слова, ты не справишься с этой суммой, это будет тебе во вред, ты все это потратишь, ты сюда приползешь нищим и еще и зависимым в своих проблемах, запомни мои слова. Мы бы точно так сказали. Но ты слушаешь Иисуса, Он же рассказывает об отце, Он же не добавляет, не преувеличивает, не искажает образ отца. Когда сын пришел к нему и сказал, дай мне надлежащую мне часть имения. Помните, что сразу дальше написано? Отец разделил имение. И тот ушел, за отца забыл, гудел, веселился, а отец забыть не мог его. А отец, голос его вспоминает, а отец проходит мимо спальни, она пустая, за столом сидят, его место пустое. любовь страдает. Любовь всегда страдает. Я читаю песни, песни там об этой девушке, написано, что она проснулась, а возлюбленного нет. Она бежит по этим улицам, встречает страж городских, там, вы не видели его, они смеются над ней, надругались над ней, она бежит, подруг встречает, дочери Иерусалимские, может быть, вы видели моего возлюбленного. Они говорят, чем твой возлюбленный лучше других? Она говорит, он лучше десяти тысяч. Она начинает рассказывать, какой он. Они смеются над ней. Что ты так унижаешься? Ну, бросил, да и бросил. Найди себе другого. А, легко говорить. А когда ты любишь, ты ничего с собой сделать не можешь. Она говорит, если вдруг вы его встретите, скажите ему, я изнемогаю от любви, мне плохо, я умираю в других переводах. И тот блудный сын уже на дне, уже выхода нет, он продумывает, что он сейчас скажет отцу, он возвращается, он идет, еле ноги волочит. А отец бежит ему навстречу. Это же не я придумал. Отец бежит ему навстречу. И тот пытается сказать что-то умное. Я отработаю, я не просто так буду есть твой хлеб. Ты меня в число наемника возьми. Отец ничего этого не слышит. Вот он, небесный отец. Он говорит, праздник. Люди, у нас праздник. Мой сын пропадал и нашелся. Вот такой отец. Потому любые формы вот такого давления и манипуляций, они себя не оправдывают. Они себя не оправдывают. Любовь, любовь, любовь. И еще раз, любовь Божия. Да, понятно, что есть крайности. Да, понятно, когда мы говорим о наркотиках, о каком-то реальном вреде, о дурном влиянии на других людей или членов семьи. И все это понятно. Но в целом, все должно быть руководствоваться любовью. Если нет любви, это всегда мимо. Всегда мимо. В основе должна быть любовь. Даже наказывать человека можно только из-за любви. Почему так написано? Бог кого любит, того наказывает. По-другому он даже не хочет связываться с тобой. Один монах очень хорошо сказал, он сказал так, обратная сторона любви не есть ненависть. Обратная сторона любви – это равнодушие. Это когда тебе все равно. А любовь, она страдает. Там ревность, там борьба, там кровь. Ни один человек, говорит, помню, в Риге давно, говорит, Александр, все понимаю, одного не могу понять. Почему Бог вообще ад создал? Зачем ад? Неужели это так все нужно? Я говорю, понимаете, вот вы видите ад. А вы не видите Иисуса, который прошел через ад. Вот вы не видите Его, о Котором пророк написал, что был лик Его обезображен хуже всякого человека. Вы этого не видите. Это кровавое месиво, вот эти все пытки, что Он даже умер на кресте раньше других разбойников. Не выдержало Его сердце, разорвалось. Вы этого всего не видите, что Бог пошел на крайние меры. Я называю это крайними мерами. Потому я и говорю, что спасение, которое совершил Иисус, это не просто спасение от депрессии, от зубной боли. Иисус меня спас. Если бы Иисус не понимал последствий жизни без Бога, Он бы не вошел на такие меры. Ради чего? Ради моего хорошего настроения? Умирать? Зачем? Потому я вижу эту сторону. Я вижу, что Бог отдал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Господу угодно было поразить Его. Он возложил на Него грехи всех нас. Он есть умилостивление, как я сказал, за грехи наши, не только за наши, но за грехи всего мира. Поэтому мы говорили вчера на семинаре, и сегодня снова говорим, что Бог, Он работает над нашей душой. Развиваются какие-то личные отношения с Богом. Ты узнаешь больше Бога, ты к Нему привязываешься. Ты боишься потерять эту связь с Богом. Вот мы там говорим, грех там разрушает нашу жизнь. Знаете, я однажды читал Абсалом Давида. И там он описывает свое состояние, когда он переспал с чужой женой, с Версавией. И он описывает это, что свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, и кости мои обветшали, и песен Давид не пишет, и сна нет. А я вдруг начинаю понимать, что это не просто грех сделал, а это человек, который отсоединен от источника. Это может понять только праведник, который питался из этого источника. Вы не встретите мужчину, который гуляет с другими женщинами, чтобы он так страдал. Тогда в чем разница между Давидом и другими? А в том, что Давид всегда жил возле этого источника. В том, что это и есть жизнь, самая настоящая жизнь. А мирской человек, он живет с травстями. Он питается тоже. Но это совершенно другого источника, совершенно другой рацион. Он питается, понимаете, воды краденые сладкие, воруешь что-то, чужого кого-то, с кем-то, где-то, как-то. И это тоже дает энергию определенную. Как я говорю, и падалью питаются. Но питаются же, живут же как-то. Другой пророк говорит, сравнивает жизнь праведника и грешного человека и говорит, праведник, он как дерево, посаженное при потоках вод, потому его лист не вянет. А грешник, он будет как вереск в пустыне. Кустарник такой, да? Как перекати поле. Сухой. Но тоже как-то размножается. Тоже где-то там семечко западает в землю. Какой-то там процент влаги. А потом несет его пустыня, жаркий воздух. И ничего. А праведник так не может. Праведник так не может. Праведник сразу умрет. Если не будет возле источника. Наблюдая за тобой, я говорю, Господи, держи меня. Держи меня, потому что пропаду. Просто не справлюсь. Еще одну мысль такую хочу сказать, на мой взгляд, она ценная. Вообще, кто я? Соломон сказал, каковы мысли в душе человека, таков и он. Вот мой внутренний мир, кто я? Или ты? Ты же личность. Этим мы отличаемся друг от друга. И наши внешние данные, там, репутация, возраст, опыт, это все вещи относительные. Успех, неуспех. Все относительные вещи. А вот внутренний мир, он какой? Вот что там? В другом псалме Давид пишет и говорит, Господь посетил меня ночью, испытал меня, искусил меня и нашел, то есть обнаружил, что от мыслей моих не отступают уста мои. Интересный опыт. Так чего же там такого искал Господь ночью? Не когда ты в кабинете, в костюме, когда ты в трезвом уме думаешь, что говоришь? Или как я сейчас за кафедрой? Ну, а что там тебя проверять? Здесь выдержка, воспитание. А когда ты дома, один в комнате, в пижаме, Давид говорит, Бог пришел ко мне ночью и стал проверять, отступают ли от мыслей моих уста мои. То есть говорю ли я все, то, о чем думаю? Или я из той категории, что думаю одно, говорю другое, делаю третье? Возвращаясь к Давиду, он сказал, Господь обнаружил, что я как мыслю, так и говорю. А это важно? Это очень важно. Иначе мы начинаем врать Богу в молитве. Я однажды молился, и Господь говорил, я тебе прощу все, только не ложь в молитве. Я думаю, как это можно врать в молитве? А потом пришел к выводу, что можно еще, как можно. Когда в молитве мы говорим все, что угодно, кроме того, что болит, кроме того, что в душе, там крик такой в душе, но зато внешний вид, благочестие. Я стал молиться, говорю, Господь, помоги мне, избавь меня, чтобы я не врал в молитве. Никогда. Потому кто я внутри? Кто я? Иисус приводит притчу, говорит, есть люди благоразумные, есть люди глупые. Оба начали строить дом. Чем отличается глупый от умного? Что он сразу погнал стройку вверх. И я вам правду говорю, я сидел у себя в Бакьярде, читал эту притчу однажды, и конкретно Святой Дух мне сказал, смотри, он копал и углубился, благоразумный, благоразумный. Что он делал? Он погнал стройку вниз, стал рыть котлован, вложил туда 30% бюджета, проиграл по времени, у того уже крышу возводят, а этот еще в яме сидит. В чем его благоразумие? В том, что он ищет скалу, он ищет основания, он ищет на что опереться, поставить фундамент, потому что он живет и строит с учетом потрясений. Он знает, что поздно или рано, польются реки, подуют ветры, он это знает. Сегодня хорошая погода, сегодня мне ничего не угрожает, а завтра? Потому когда начинаются потрясения, ты смотришь, люди в церковь ходили, такая семья хорошая, все трещит по швам, все ломается. Я сидел во дворе и говорил, Боже, благодарю Тебя. Вообще я вам скажу, больше всего, за что я благодарю Бога? Это за просвещение разума. Больше всего. Я считаю, что дал Бог мне это просвещение разума. Это когда Он Духом Святым показывает отдельные вещи, они становятся принципами жизни. Я их просто принимаю внутрь себя. Это же не для проповедей сделано. Это сделано для себя лично. Я понял, да, да, да. Вот оно, вот оно. Вкладывай в душу, инвестируй в себя, читай, молись, общайся с чистыми людьми, общайся с людьми, которые знают Бога, любят Бога. Ограничь. Все эти гнилые компании, пустословия. Работай, работай. Рой котлован, работай. Инвестируй в душу. Инвестируй в отношения с Богом. Это оправдано. Это оправдано. Читаешь об Израиле. Все прошли сквозь море. Все ели одну и ту же духовную пищу, как сейчас. Все пили одно и ту же духовное питье. Все крестились в море и в Моисея. Но не о многих из них благоволил Бог. Ой, а как это? А почему? Все в одной школьной программе. Все в одном классе. А когда начались экзамены, а для тобой экзамены и созданы, чтобы выявить, ты усвоил урок или нет. Потому что от того, что я говорю, или учитель в классе, ты не знаешь, кто понял, усвоил, кто не усвоил. А когда приходит экзамен, а ну повтори, что ты понял. Потому что, когда после всех чудес, божьи ярко демонстрации, заботы об Израиле, опа, нет воды, сутки, вторые, третьи, начинают появляться идеи. А, вы вывели нас сюда уничтожить. А можно уточнить? А вы – это кто? Кого вы имеете в виду? Вы. Ну, Моисей, Бог, Арон. Вы вообще себя слышите? Вы вообще что сейчас такое говорите? Вы вообще себя слышите? Откуда такие мысли? Чтобы Бог 400 лет назад обещал вашим предкам дать вам землю обетованную, разрушил империю Египта, столько сделал славы. И вы на третьи сутки из-за того, что у вас нет воды, начинайте подозревать Бога в такой подлости. Но, хорошо, я их не критикую, я на себя смотрю. Когда у меня трудности, приходят ли подобные мысли? Бог, а где ты? Ты же всегда был со мной. Я о тебе читаю в Библии. А сейчас ты где? На месте, друзья. Он на месте. Он верный. Даже если мы неверные, Он верный. Он на твоей стороне. Он от себя отречься не может. Он дал тебе обетование. Он верный. Субтитры подогнал «Симон»